Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу, как работает банк и как им пользоваться. Для этого, значит, ищем банк, он находится либо на спауне, либо в фантастическом мире. В течь мире его пока что нет, но скоро тоже добавят. Так, заходим. И чтобы зайти, получается, в наш банк, мы нажимаем вот сюда, на эту кнопочку, MyBank. Все отлично, мы зашли. Как видите, здесь у меня уже есть один питомец. И чтобы, получается, вложить сюда питомцев или гемы, вам нужно нажать на вот эту кнопочку Депозит. Так, ну давайте, в принципе, я думаю, вот этого положим питомца. Или хотя пусть он останется. Вроде бы как я им фармлю. Так, давайте тогда положим туда ненужных. Вот, допустим, вот таких, такого. Вот этих всех положим. Чтоб они там лежали. Смотрите, если у вас есть эксклюзивные питомцы, все-таки я вам советую лучше этого не делать. Потому что вдруг, не знаю, там какая-нибудь ошибка с банком произойдет. Или, допустим, вы дадите доступ там своему другу или знакомому, а он может их забрать себе и не вернуть. Так что, все-таки лучше, чтобы у вас эксклюзивные питомцы были у вас в инвентаре. И, чтобы вы их никуда не ложили. Так, ну вот, мы выбрали питомцев и нажимаем кнопочку Депозит. Тут спрашивают, что вы хотите поместить туда 8 питомцев. Нажимаем Да. Все отлично. Вот они, наши питомцы, все появились. Четко. Итак, смотрите, чтобы прокачать нам банк. Сейчас он у меня первого уровня. Мы нажимаем вот сюда на эту настройку. И за 40 миллионов мы можем его прокачать до второго уровня. Также вот здесь пишется, что у нас сейчас доступно и что будет доступно. А получается, на втором уровне у нас уже станет доступно, получается, вклад гемы. То есть, я, допустим, с 1 миллиарда буду получать 0,1%. Это примерно где-то 1 миллион в день. Так, давайте покупаем. Ага, смотрите, чтобы прокачать его, вам нужно сначала, получается, гемы положить в сам банк. Так, давайте положим. 40 миллионов. Все, готово. Депозит ложим. И все отлично. Гемы есть. Так, нажимаем настройки и покупаем. Все, отлично. Мы прокачали. Также завершили какое-то задание. Как видите, прокачалось. Все отлично. И на третьем уровне у нас, естественно, будет уже еще больше вклад. Там депозит и вместимость. И с каждым уровнем она будет все больше и больше. Также, кстати, у нас появились, получается, новые задания. Тут нужно будет собирать вот эти лутбэксы. То есть, это мешки. Я уже собрал тысячу. Мне теперь нужно собирать тысячу пятьсот. В принципе, это очень много. И также я заметил то, что все-таки гемы, то есть, не гемы, а эти мешки немного пофиксили. И они стали спавниться теперь намного медленней, чем было до этого. Потому что вот как только обновление было, я помню, собирал вот эти ломал монеты, они спавнились очень быстро. Сейчас они спавнятся намного медленней. Так, ну и тут задание получается апгрейдить наш банк и, в принципе, так далее. Так, сколько там следующий апгрейд у нас стоит? Давайте посмотрим. 200 миллионов. Ну, в принципе, можно сделать. Давайте 200 миллионов положим. Конечно, 200 миллионов сумма уже такая существенная, довольно большая. И чтобы прокачать его до последнего уровня, потребуется довольно много гемов, как я понял. И это все связано с тем, что, как вы знаете, был баг на гемы. А им можно было очень много зарабатывать их. Так, покупаем. Все отлично. Еще одну ачивку мне какую-то дали. Следующий уровень уже, естественно, еще лучше будет. И он стоит уже 800 миллионов. Это уже очень много. Это, считайте, почти миллиард. И всего лишь будет у вас только четвертый уровень. Напомню то, что у нас всего 7 уровней банка. То есть четвертый стоит уже почти миллиард. Следующий, как я понимаю, будет стоить около двух, а может быть даже трех. После него уже будет стоить, скорее всего, под 6 или 7 миллиардов. И последний уровень, я думаю, миллиардов 10. Что довольно много. Все-таки, конечно, выгодно прокачивать банк до последнего уровня. То, что там будет депозит ваш. То есть ваш клад гемов на 1,1%. Это получается, если вы ложите 1 миллиард, то в день где-то будет уходить у вас 11 миллионов. В принципе, неплохо. Но, чтобы его прокачать, конечно, нужно для этого потратить очень много гемов. И потом вы эту стоимость отобьете, ну... Получается, если в день получать, допустим, по 11 миллионов, это получается у нас в 10 дней будет выходить 110 миллионов. А в месяц у нас будет выходить уже 330 миллионов. Ну, как вы понимаете, все-таки придется вам эти гемы довольно долго копить. Прямо упорно, чтобы вернуть все себе эти гемы. Конечно, не особо выгодно он сделал, но, может быть, все-таки он надумается и понизит цены. Также, как вы могли заметить, у нас поменяли фон. Раньше он был, по-моему, фиолетовый. И сейчас, получается, он стал на питомцах уже зеленый. Не знаю, с чем это связано и зачем он поменял. Но да ладно. Получается, вот такой фон вроде бы был. Сейчас он вот такой. А, все, понял, в чем прикол. Короче, получается, если вы его снимаете, фон становится таким же. Если одеваете, то фон меняется. А, ну тогда вот это круто, слушайте, сделано. Потому что вы уже будете видеть, какие питомцы у вас одеты, а какие нет. Довольно круто. Так, ну и, в принципе, на этом у меня все. С вами, как всегда, был Айзбан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.